Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, и вкус бодрящий, у праздника вкус всегда настоящий. Вот, в общем, купил себе под Новый год такую вот штуку, коврик для мушки. Сегодня 29 декабря. И сейчас мы его распакуем. И, честно говоря, настроение уже праздничное, везде огоньки мигаются, всё такое. Мне даже, когда отдавали этот коврик, даже дали шоколадку в подарок. Типа, ну, как поздравление к Новому году, это приятно, честно говоря. И вообще всё такое вот, как бы... И у нас даже в автобусах Дед Мороза сидят вместо водителя, и по автобусу ходят снегурочки на стакандуктор. Ну, в общем, блин, чувствуется уже праздничное настроение. Вот. Ну, а коврик, коврик у меня вот был такой, такой вот. И он мне очень нравился, но дело в том, что он уже старый. И я его брал не потому, что здесь типа форма какая-то, кто-нибудь может подумать, а именно из-за гелевой подушки. Во-первых, гелевая подушка, во-вторых, она большая. Она просто огромная, реально. Но при этом, вот что произошло. Она уже раздавилась. То есть гель, который здесь был, я не знаю, сколько она мне лет, но она у меня уже очень давно. Сейчас посмотрел, они сняты с продажи. И как бы, тут уже вообще все очень плохо. Вон он, гель. Он вытекает. И тут реально гель, видно, что вон гель какой-то. Вон он, гель. Ну, здесь уже все плохо. Блин. К руке что-то прилипло. А так бы я бы еще один такой купил. Но он уже снят с продажи. Такой уже не купишь. Вот. Поэтому я купил другой. Вот такой вот. Здесь, что плохо, что здесь уже не гелевая. Не гелевая вот эта вот подушечка. Она вообще пена. Пена что-то такое. Там сзади написано. Пена с мягкой подушкой. Принимает форму под запястье. Гибкий пеноматериал. Принимает форму под запястье. В общем, пеноматериал здесь пена. И с гельем, как я не искал, вообще не нашел. То есть, ни в Китае, ни в нашей стране вообще нету. А эти вот, которые я сейчас показал, сняты с продажи даже. То есть, с производства. Вернее. Так, сейчас. Ну, в общем, оно так сильно зажато, что мне пришлось порвать. Тут уже никак. Без вариантов. Ну, вот. Здесь у нас лежит такая вот штука. Такая вот пустая. И нет в ней ничего. Моус и ПАД. Ну, это плохо то, что... То, что это пенная именно подставка. Ну, подушечка. Я хотел гелевую. Я думал, что здесь гелевая. Еще вот за высчитал, там писали кто-то гелевая. Но на самом деле она не гелевая. Она... Пеноматериал это. Вот. И это плохо. Ну, тут еще есть такая вот штука, типа, сзади. Ты ее снимаешь, ложишь на стол, и она приклеивается, ну, типа, приклеивается и уже не будет скользить. Вот. Ну, здесь вот даже видно, вот, если сравнить мой... Вот, допустим, вот, почему я именно этот покупал. То, что мой, вот, побольше. Видно, что побольше. Вот он. Видно, что он чуть ли не вдвоем. Ну, то есть, как две такие, одна такая. И она реально такая вот гелевая. Жмешь, и она сразу назад возвращается. Жмешь, и сразу назад отпрыгивает. И она реально такая мягкая. И вот, если руку положить, вот так вот, то она вообще хорошо лежит. Вот. Но она уже раздавилась. А здесь... Вот, жмешь... И оно еще... И оно медленно возвращается. Жмешь. А если здесь вот оно сразу, вот, прямо вот, нажал, и оно тут же вернулось. Нажал, тут же вернулось. То есть, ты ложишь, а оно тебя пытается назад вытолкнуть. А здесь ты ложишь, и оно принимает твое нажатие и держит еще так. Ну, в общем... Ну, лучше, конечно же, чем ничего, например. То есть, если я буду сидеть за компьютером, моя рука не будет уставать, то, что, по-моему, когда раньше сидел без коврика, у меня здесь вот косточка... Здесь вот покраснела, надулась, и, в общем, все плохо было. А сейчас, по идее, все... Ну, с таким ковриком, то есть, если положить так вот руку... Ну, в принципе, в принципе, оно, наверное... Ну, оно так не слабо продавливает, почти не до конца. Вот так я ложу руку. То есть, довольно-таки не слабо, почти что до конца продавливает. Но все равно, я думаю, с этим будет удобнее. Ну, я имею в виду, потому что сейчас здесь вот я продавил, потому что рука всегда вот здесь лежит, оно вот так вот и видно. И здесь уже вообще нету ничего, вот оно видно. Все, здесь уже чувствуется подложка, вот она прямая, все уже. Вот. А так оно неудобно, потому что на краю мышка лежит. Здесь, здесь, да ведь, оно все уже влазит, и сюда эта мышка на краю... Ну, в общем, коврик уже износился, поэтому... Придется пробовать с этим, если не будет плохо. Не знаю тогда, что делать, надо искать другой какой-то, потому что без коврика точно будет плохо. А нужно, ну, здесь даже написано, для комфортной работы предотвращает боли и дискомфорт, снимает силу давления от суставов, предотвращая болевые ощущения. Вот. Так что, да. Вот, как-то так. Ну, а смотрится это вот так, на компьютерном столе. Вот он, на компьютерном столе, и... Старый коврик смотрится вот так. На нем уже и руке не особо удобно, но тем не менее я пользуюсь. Вот. И сам он уже такой некрасивый. Убираем мышку, убираем коврик. Весь уже, который отжил свое ложе в новый. И сразу меняется вид. Все такое, как бы, новенькое, чистенькое. По-моему, это даже как-то больше подходит под эту мышку, этот коврик. Еще он, тем более, такой весь немножко блестящий. Ну, и теперь... Ну, да, руки получше. Там, получается, она практически лежала. Ну, вот так вот, можно сказать, лежала. А сейчас уже... Уже довольно-таки нормально. Но там еще поддерживали вот эти штуки, как бы, боковые. Ну, то есть, с этой стороны держит, с той стороны. А здесь... А здесь... Ну, в общем, нормально. Пока что могу сказать, что нормально. Она пока что упругая, восстанавливается. Ну, вроде нормально. Так вот, если глянуть, то... Ложится рука сюда. И, хотя там не особо видно, но... Вот как-то так. И сзади такая... Вид у него какого-то Феррари, наверное. Прикольно. А чего оно краснеет, когда я приближаю? Я даже не знал. То есть, когда прикасаешься, оно краснеет. Ничего себе, я этого не видел никогда. Потому что у меня всегда рука закрывает. Ничего себе. Но выглядит реально, как какой-нибудь... Я не знаю, Порш какой-нибудь. Так круто смотрится. Сзади. Этот новый коврик. Вот этот. Единственная новая вещь на этом старом столе. Все стальное какое-то такое. Совсем старое. Да. Такие дела. Ну, вот я попользовался сколько-то минут. Минут 10, наверное. Но хочу сказать, что этим ковриком неудобнее пользоваться. Потому что вот сюда жмешь, он так туго прогибается. Вот сюда жмешь, он вот так легко нажался, легко отжался. Вот он такой мягенький. Вот прям вообще так раз нажался, раз отжался. Сюда отложишь и прямо... И прямо рука не чувствует, что там есть коврик. И просто мягко. А сюда ложишь руку. И прямо чувствуется такое давление на руку. Ну, то есть... Что... Ну, что... В общем, как-то давит что-то сюда. Сюда отложишь и вообще ничего не чувствуешь. Рука просто лежит, отдыхает. Здесь даже не знаю, как-то... Даже напряжно как-то... Ну, не знаю, есть непривычки. Просто я уже привык к этому. Он супер мягкий. Я и хотел такой же гелевый. Но не могу найти гелевый нигде вообще. Ну, вот. Такая вот... Штука. Ну, что хотелось бы вам сказать. Пользуюсь я этим ковриком уже в сутки. В данный момент занимаюсь монтажом видео. Этого как раз-таки про коврик. Вот она. И ковриком я уже немножко... Ну, я уже им попользовался. Немножко попривык к нему. Он уже не такой... Сразу мне казалось, что он прямо... Это сильно твердый. Он уже не такой сильно твердый. Я уже немножко подпривык. Уже более-менее рука не так... Ну, сразу... Непривычно с мягкого. На более твердый перейти. Сейчас же подпривык. Более-менее нормально. А когда он износится... Оказывается, что... Есть... Такие коврики, но в Китае. Вот такой вот коврик приходит. Я думаю, один из пользователей на канале узнает. Такую картинку у него такая. Аватарка. Вернее, у нее. И я думаю, может быть, даже закажу его себе такой. Прикольно. Он не так уж и дорого стоит. Вот именно такой стоит 12 долларов. То есть, ну, нормально. Более-менее нормально. И как раз будет у меня такой вот коврик. Вместо такого. Но это уже будет потом, когда он износится. Это все-таки новый. Я им буду пользоваться. А когда он уже совсем станет плохой, тогда я куплю себе вот такой. Вот. Такие дела. Ну, а на этом все. Всех с наступающим Новым Годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова